Доброе утро! Сегодня у нас очередная лекция и сегодня я попробую обойтись без слайдов. В прошлые годы студенты предпочитали формат без слайдов, где я просто пишу какие-то части программы и что-то при этом объясняю. Так получается немножко менее систематично и, наверное, в некоторых случаях получается обозреть меньше объема материала, чем со слайдами, но студенты уверяли, что они так легче воспринимают. Мы можем обсудить дальше, какой вариант предпочтить не вам, но вот сегодня будет такой. Соответственно, надеюсь, вам это достаточно хорошо видно. Сегодняшняя тема у нас посвящена сложным типом. Мы посмотрели уже на базовые механизмы языка и в том числе на базовые типы. Так вот, в принципе, этих базовых типов нам было более или менее достаточно. Мы еще не умеем работать с динамическими типами, точнее, с различными структурами, размер которых нам неизвестен на этапе компиляции. Ну, например, просто массив каких-то чисел, которые мы вводим в процессе работы программы и не знаем, сколько их будет на этапе компиляции. Этого нам однозначно не хватает, чтобы писать полноценные программы. Но в остальном базовых типов нам, в принципе, могло бы хватить. Но это неудобно. И даже в языке C у нас уже есть примеры пользовательских типов, которые пользователь вводят для своего собственного удобства. Ну, то есть пользователь-программист, имею в виду. И один такой тип мы с вами уже видели. Это перечисление или ину. И мы его видели вот примерно в таком виде. Что делает эта конструкция? Она вводит новое имя типа и новый тип, соответственно. Это с точки зрения языка полноценный тип, который можно использовать наравне с всеми остальными типами. Компилятор его однозначно различает от других типов. То есть это нельзя назвать каким-то псевдонимом или чем-то еще. Нет, это полноценный новый тип. Мы пока еще не сталкивались с ситуациями, где нам важно именно различать типы. Это может пригодиться, к примеру, или стать более наглядным, когда мы дойдем до перегрузки функций, до шаблонов или до чего-то еще такого. Но пока просто поверьте, что это важно. Далее мы этот тип могли как-то использовать. Например, сделать вывод на печать. Спасибо. 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 Мы напечатали наше значение. Мы можем, естественно, объявить переменную этого типа. Компак и любую другую переменную. Точно так же и оперировать. В этом плане никаких отличий не будет. Все понятно. Что здесь интересного есть? Во-первых, мы видим вот такую конструкцию, а именно сложное имя или сложный идентификатор с двойным двоеточием. Что это такое? Пока что мы имели дело с так называемыми неквалифицированными идентификаторами. Что это значит? Все просто. Вот здесь вот сайты. Это неквалифицированный идентификатор. Ну и вот здесь точно так же. Точнее, строго говоря, неквалифицированное идентификатор. И если у нас в имени нигде нет двойного двоеточия, то это как раз вот вариант неквалифицированного имени. Есть случаи, когда мы даем квалифицированное имя. И тут аналогия с путями файловой системы. Ну и фактически указываем путь до некоторого имени. В данном случае мы указываем имя типа, которому принадлежит это имя. Другой вариант, где мы могли бы увидеть квалифицированное имя, мы могли бы задать еще одну переменную глобальную. И как видите, в функции domain у нас есть локальная переменная с тем же именем. Она перекрывает имя нашей глобальной переменной. Что же делать, если мы все-таки хотим обратиться к глобальной переменной? Мы можем написать вот так вот. Прошу прощения, что-то мой компьютер задумался. И мы обратились к глобальной переменной. Это выражение называется полностью квалифицированным идентифицирующим выражением. Почему так? Потому что двойное двоеточие стоит с левого края этого выражения. То есть если слева от двойного двоеточия ничего нет, это значит полностью квалифицированное выражение. И можно сказать, что это вот путь от корня наших имен, если продолжать аналогию с путями файловой системы. Еще это может станет полезным, когда мы дойдем до пространства. Пока что мы будем иметь дело только с такими именами, с точностью до какого-то типа. Это может быть как enum, так и класс. Поэтому пока на это мы остановимся. Для вот этой вот конструкции объявления enum характерно то, что эти имена, вот этих конкретных уже значений внутри этого перечисления доступны только через указание имени этого типа и никак более. На что здесь еще можно обратить внимание? Здесь я указал в этой инструкции switch только два ветвления, два варианта. Может ли случиться что-то другое? Может ли здесь быть какой-то третий вариант? Например, можно ли сделать вот так? Я беру какое-то произвольное целое число и прошу привести его к нашему типу перечисления, у которого только два значения. И действительно так можно сделать. Компилятор мне даже не выдал никакого предупреждения. Правда, может быть, если я попрошу его выдавать больше... Нет, все равно нет. Нет. Ни при каких условиях он предупреждения мне не выдает. И, как видите, здесь ничего не произошло. То есть мы запустили программу, ничего не напечаталось. Мы просто вышли из этой функции и все. Ни одна из веток не сработала. Поэтому в подобных случаях разумно предусмотреть какую-то внештатную ситуацию. Естественно, в корректной программе вряд ли это хорошая ситуация. И если уж вы вводите перечисления, то вы, наверное, хотите их использовать именно как замкнутые множества. Поэтому такой случай вряд ли встретится в корректной программе. Но, с другой стороны, если вы пишете, например, какую-то библиотеку, то вы никак не контролируете, возможно, то, что вам другой пользователь-программист передаст в вашу библиотеку. И такие варианты могут иметь смысл. А можно ли, наоборот, приводить перечисления к целому типу? Давайте для начала попробуем сделать вот так. Здесь мы должны вернуть целочисленный тип. Ура! У нас первая ошибка. Компилятор нам говорит, что он не может сделать такое неявное приведение типа. Если же мы его попросим об этом явно, то все у нас получится. И наша программа вернула код возврата 1, то есть не успех. Так, как, возможно, вы знаете, можно проверить код возврата. Да, это был не успех. То есть явное приведение работает в обе стороны, как мы уже видели. Работает ли в другую сторону неявное приведение? Не работает. К счастью. Таким образом, у нас этот тип нам дает определенные отличия от целочисленного типа. Но в то же время эти границы довольно тонкие и при желании можно их пересечь. Что еще можно с иномом сделать? Мы можем задать конкретные значения вот этим константам, этим вариантам значения этого типа. Это просто целые числа. По умолчанию первая константа получает значение 0, а дальше все остальные константы получают значение на единичку больше, чем предыдущее. То есть, если мы напишем вот так, это то, что компиляторы так сделают по умолчанию. Но мы можем написать здесь что-то другое. Например, вот так вот. И все будет хорошо. Что еще можно сделать? А вот поскольку у нас есть такое преобразование между ином и целочисленными типами, то возникает вопрос, как хранятся вот эти значения, эти константы? Ведь понятно, что они должны отображаться в какой-то тип. Понятно, что это должен быть целочисленный тип. Так вот, по умолчанию это тип int. Но мы можем это изменить, задав тип. Вот так. Можем так, например, задать. В принципе, у нас ничего не должно поменяться. В принципе, это и все, что можно делать с иномою. У них есть еще определенные особенности. У меня есть слайды, которые я раньше использовал для этой темы. И там я чуть подробнее об этом написал. Эти слайды вам будут доступны. Вообще, по-моему, уже доступны через материалы прошлого года. Там можно это почитать, либо просто почитать на себе референс и тому подобное. Важный момент, который еще надо осветить. То, что вот эта конструкция enum class, она у нас характерна для C++. Причем она появилась не сразу, а начиная с 11 стандарта. В языке C тоже есть enum, но там эта конструкция выглядит немножко по-другому. И в языке C++ точно так же можно писать. То есть у нас есть, на самом деле, две формы объявления enum. Более того, слово class здесь можно заменить на слово struct, и ничего не поменяется. А вот если полностью опустить это слово class, то кое-что поменяется. И это называется unscoped enum в англоязычной терминологии. И у них получаются немножко чуточку другие свойства у этого типа. А именно... Вернем сначала все как было. Вот так вот. Казалось бы, ничего не поменялось. Все работает как и раньше. Работает ли неявное привидение из целочисленного типа enum? Не работает. Нам тут по-прежнему нужно делать явное привидение. Хорошо. В другую сторону. Как вы помните, оно не работало у нас. Теперь работает. То есть у этих нестрогих, как я их назвал по-русски, enum, работает неявное привидение из значения enum в целочисленный тип. Что еще? Вот так. И так работает. То есть теперь вот эти вот имена, constant, enum, они попадают в окружающее пространство имен. Это может показаться удобным, что вам не нужно теперь давать квалифицированное имя. Но на самом деле это плохо, поскольку у вас пространство имен будет засоряться этими именами. Представьте, есть у вас много таких enum. И что может быть хуже, у некоторых из них для их членов естественным образом получаются одинаковые имена. У вас будет конфликт имен. Плюс у вас будет такой же конфликт имен с переменными, которые вы пытаетесь выявлять в этом же пространстве имен и тому подобное. На самом деле это неудобно. Поэтому лучше всего использовать все-таки механизм языка C++ и делать строгие enum. А где может сыграть вот это вот неявное приведение типа в случае нестрогого enum? На самом деле от него будут одни беды. То есть если уж вам нужно сделать преобразование целочисленному типу, вы можете это сделать явно. А вот неявно у вас это может привести к тому, что вы не заметите ошибочное использование такого enum. Ну, немножко натянутый пример может быть, а может быть и не очень натянутый. Предположим, у нас есть два enum. Что там у нас еще было в примере про биржевые протоколы? Ну, предположим, к опасительным. И вот вы передаете функцию 2. значения двух разных enum. А тут вот у вас рука дернулась и вы написали немножко неправильно. Я думаю, что вы можете это сделать. Я думаю, что вы можете это сделать. А вот это вот. современный компилятор это увидел и выдал вам предупреждение но это не ошибка и программа все-таки скомпилировать в большом проекте вы могли бы и не заметить это предупреждение или другой компилятор вам бы его не выдал или вы каким-то причинам где-то отключили предупреждение в общем предупреждение конечно хорошо но это не стопроцентная защита от такой явной ошибки поэтому строгие енумы они всем хороши и стоит использовать только их хорошо это мы немножко поговорили про енумы но естественно это не самый интересный пример пользовательского типа вопрос почему так получилось ну смотрите не строгие енумы допускают неявное приведение к целочисленному типу и здесь у вас оба этих значения при были приведены скорее всего типу int значение у них совпадает потому что значение начинается с нуля соответственно значение равны вот так и получилось то есть что здесь происходило осуществление компилятора он увидел выражение с оператором сравнения он поискал доступные операторы сравнения и нашел операторы сравнения встроенные для всех базовых типов например для типа int дальше он как мы про этого еще будем говорить когда дойдем до перегрузки функций посмотрел на аргументы подумал можно ли сделать неявное приведение явное приведение сделать можно он его сделал и ну дальше все понятно вот но это не самый интересный пример пользовательских типов какой более интересный пример и опять же мы начнем с того что было доступно еще в языке си но будем постепенно это усложнять представим что у нас есть потребность определенная мы хотим проводить вычисления с дробными числами но при этом мы хотим проводить их без какой-либо потери точности представление с плавающей точкой потенциально нам точность может потерять продолжим это совершенно недопустимо в вашей программе какие есть варианты ну вам нужно каким-то образом уйти от плавающей точки и вообще потому что не точное представление это фундаментальная особенность этого формата а как же представлять тогда дробные числа но варианты есть разные например в задаче про биржевые протоколы мы видели что иногда эта задача решается просто тем что у нас несколько разрядов после точки подразумеваются в программе числа хранятся как целое но это имеет определенные ограничения например вы должны заранее задаться тем насколько разрядов вас подразумевается вот и потом это будет уже не поменять поскольку на этом будет завязана вся логика операция с этими числами то же мы хотим пойти к другим путем и вспомнить как в школе мы представляли дроби я уже не помню в начальной школе или самом начале средней школы обычные дроби с числителем и знаменателем мы можем это сделать это будет точное представление любых дробных чисел и мы хотим соответственно хранить отдельно числитель и отдельно знаменателем но при этом оперировать вот с этим числом как с одним целом это вот как раз пример когда нам хочется ввести какой-то свой пользовательский тип и это естественно можно сделать нам нужен класс здесь мы видим определение класса это как в случае с иную вводит нашу программу полностью новый пользовательский тип с именем rational и дальше это имя можно использовать как имя типа со всеми вытекающими последствиями при этом это то что называют иногда агрегатным типом то есть фактически здесь нет ничего интересного мы просто взяли несколько других типов и запихнули их в одну сущность и соответственно каждый объект этого типа rational будет содержать в себе два отдельных объекта которые будут уже в этом случае называться под объектами этого объекта это будет два числа числитель и знаменатель еще здесь можно сказать то что вот эта вот конструкция является полноценной инструкции объявления раньше мы видели вот такие инструкции объявления так вот вот эта конструкция это тоже полноценная конструкция инструкция объявления просто в ней фактически нет ничего кроме объявления типа если раньше у нас все типы были встроенными и вот так как инструкция не имела смысла без имени каких-то переменных то теперь мы в этой инструкции еще и тип определяем раз это полноценная инструкция объявления значит мы переменные можем сразу же задать например вот так и действительно так будет работать ну естественно можем и задать инициализацию и тому подобное но обычно в этом все-таки нет большого смысла особенно с учетом того что если вы хотите использовать ваш новый тип в нескольких единиц трансляции то вам нужно будет поместить его объявления в конец головочный файл и включать в нескольких единиц трансляции если же это у вас будет еще и одновременно определение каких-то переменных то это будет явно не то что вы хотите а как нам теперь воспользоваться этим новым типом ну предположим мы все таки задали здесь переменную наши функции main мы хотим например напечатать ее содержимое и чтобы обратиться к полям класса нам нужно уже новый синтаксис которого мы еще пока не видели но наверное не станет для вас большим удивлением то что этот синтаксис выглядит вот так то есть мы указываем имя наш переменной затем точка и затем имя какого-то члена этого класса в данном случае это поле а вот какое сейчас какие нам сейчас напечатают значения как вы думаете вариант 00 вариант мусор интересные варианты пошли два минимальных значения для типа int как я понимаю и ну 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 давайте посмотрим и правильный ответ 0 0 теперь вопрос почему так мы про это точно говорили на второй лекции все дело в том как мы определили переменную а вот сейчас мы определили чуточку по-другому и увидели мусор так что ответ про мусор тоже был близок к истине но переменная у нас была глобальная значит у нее был статический тип размещения а переменные со статически точнее объекты со статическим типом размещения инициализируются нулями по умолчанию а вот автоматическая переменная да там никакой инициализации не произошло и там получился мусор вот хорошо но мусор это как-то не очень интересно нам бы хотелось как-то инициализировать наш объект но вот как как это делать со сложными типами и тут начинаются интересные подробности про множество видов инициализации в языке си плюс плюс но сегодня мы затронем только два из них и первое это агрегатная инициализация ну как вы наверно догадались агрегатные типы можно агрегатно инициализировать что это значит да мы здесь просто перечислим все поля этого типа и и у нас они про инициализируются вот так и тут тоже есть определенные нюансы сложности которые я сейчас задаваться не буду но вот так можно инициализировать агрегатный тип как еще можно сделать опять же не отдаваясь какие-то дополнительные подробности можно сделать инициализацию по умолчанию и это уже делается внутри объявления типа для каждого поля класса мы можем задать инициализацию по умолчанию вот так и тогда когда у нас создается объект сложного типа классового типа и у него не указано никакой другой инициализации то применяется инициализация по умолчанию для всего этого объекта состоит она эта процедура из тех инициализации по умолчанию которые определены для каждого его поля в данном случае мы определили их таким вот образом и соответственно у полей будут значение 0 и 1 вот так вот хорошо что еще можно делать дальше ну строго говоря теперь мы можем как угодно манипулировать этими полями можем например сделать вот так вот здесь в этом выражении вот это вот его часть это идентифицирующее выражение будет просто она идентифицирует поле какого-то объекты а не объект целиком а в остальном можно использовать это как обычную переменную а это конечно же немножко неудобно поскольку мы вроде бы сделали свой пользовательский тип хотим оперировать его объектами как одним целым а тут начинаем манипулировать отдельными полями действительно это правда и мы посмотрим как можно это улучшить но есть еще один интересный момент про который я сначала хочу сказать на этом типе это будет не очень заметно но вообще начнем как раз с этого типа какой размер будет иметь объект типа рейш но как вы думаете вот так мы напечатаем размер этого объекта с помощью оператора size of так вариант 64 и 8 64 бита сайзов нам возвращает размеров байта действительно 8 байт так что принципе оба ответа верны но надо помнить что size of размер 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 в байтах они битах действительно почему так ну все очень просто потому что у нас у меня архитектуру архитектура компьютера x86 64 инт здесь имеет 4 байта два инта это 8 байт все очень просто интересные особенности начинаются когда у нас чуть более сложный тип вспомните например пример про биржевые протоколы и там не было еще никаких классов и например функцию кодирования сообщения мы передавали отдельно каждое поле наше сообщение мы можем эти поля все объединить в класс ну и например я это сделаю вот так вот оператор сайзов нам может точнее в этот оператор мы можем передать имя типом ну и смотрите предположим мы просуммируем размеры типов полей нашего нового класса вот так вот а потом мы видим размер этого класса как вы думаете эти два числа у нас совпадут кажется вот вопрос с подвохом ну да можно заподобить подвох сразу же и в принципе ответ что не совпадут он верный смотрите что получилось если просуммировать размеры типов полей то мы получим 17 ну понятно дабл 8 байт чар 1 байт а вот размер нашего класса получился 24 как будто бы у нас было три поля по 8 байт каждое почему так произошло сегодня я не буду подробно углубляться в этот вопрос но есть такое понятие как выравнивание и оно связано с тем что для процессора гораздо удобнее доступаться к объектам объектам по одному машинному слову за раз и желательно чтобы объекты в памяти были расположены по адресам кратным машинному слову потому что если так не произойдет то но может быть ситуация когда у нас один вот объект оказался на границе двух машинных слов и либо его не прочитать за раз за одну инструкцию обращения к памяти либо вообще там могут начаться определенные сложности если у нас он оказался на границе двух страниц памяти с точки зрения операционной системы ну в общем это уже начинается подробности реализации в которой мы сейчас вдаваться не будем но это сложно более того некоторые архитектуры процессоров вообще не хотят с этой сложностью иметь дело и просто запрещают такие операции и у вас будет аппаратная ошибка при попытке доступа к невыровненной памяти что естественно плохо очень но на x86 у вас аппаратной ошибки не будет но будет замедление тем менее доступа поэтому компиляторы пытаются с этим бороться а что это значит это значит что внутри сложного типа определяется поле наибольшего размера у каждого типа есть свойство выравнивания которое является числом степени двойки и обычно оно соответствует размеру если мы говорим про базовые типы то есть например у типа дабл выравнивание 8 у типа чар выравнивание 1 ну и дальше возможно варианты 1 2 4 8 и так далее так вот в классе определяется поле с максимальным выравниванием и выравнивание всего этого типа ему приравнивается ну по крайней мере оно должно быть не меньше и далее компилятор обеспечивает что доступ к каждому полю будет тоже выравнивание и представьте что вы вот эти объекты new order положили в какой-то массив они у вас идут друг за другом в памяти вот если бы у нас размер этого класса был 17 то предположим первый объект можно было положить так чтобы все его поля находились по выровненным адресам но следующим объектом так уже не получится поскольку у вас здесь будет поле с размером единичка которая будет сбивать выравнивание для полей с типом с выравниванием 8 вот именно поэтому компилятор вам в во внутреннее представление вот этого объекта добавляет незначащие байты в данном случае до до выравнивания 8 и получается что три поля общее выравнивание 8 общий размер получается 24 если бы мы добавили сюда еще одно поле чар размер размер бы у нас не изменился по-прежнему 24 ну и понятно что мы здесь можем добавить до 8 полей типа чар и размер у нас по-прежнему будет 24 вот когда добавим 9 то он увеличится еще на 8 ну если бы у нас здесь поля были не double а int то требования к выравниванию было бы 4 и соответственно у нас было бы поменьше немножко поле сайт у нас бы добивалось не до 8 байт а до только 4 байт это называется в английской терминологии padding и здесь мы подходим к еще одному понятию в языке c++ представление значения и объектное представление так вот что такое представление значения это все биты которые составляют значение вашего объекта для базовых типов это просто ну биты памяти где лежит это значение объектное представление это все биты памяти которые занимает ваш объект для базовых типов эти два понятия совпадают а вот для сложных типов за счет padding у нас уже получается различие что биты значения в случае с типом new order это просто биты трех полей но в памяти у нас будут еще внутри биты которые никак не связаны со значением но которые связаны с представлением объекта в памяти что делать если вам хочется обойти вот это свойство компилятора и сделать невыровненное все ну во первых на прошлой лекции мы видели директиву при процессора программа которая позволяла нам получить доступ к особенностям реализации нашего языка и вот на некоторых компиляторах можно применить такую конструкцию и у нас не будет никакого паддинга точнее мы здесь застадим что нам достаточно выравнивания единицы в микрософтском капилляторе это будет по-другому хотя я не знаю это вот эта директива прагма как вы помните она дает нам доступ к нестандартным нестандартному функционалу я вот не помню сейчас в микрософтском компиляторе я точно помню что там есть другая немножко конструкция вот для того же самого будет ли работать там вот эта же конструкция не знаю про пак 1 я к счастью с ним давно не имел дела с микрософтским компилятором но в любом случае это уже не часть стандарта языка и надо если вы это используете то вы должны выяснить какие же конструкции поддерживает ваш компилятор конкретно есть еще стандарте языка некоторые конструкции для работы с выравниванием но в этом мы сегодня не будем углубляться чем мы жертвуем если мы отключаем вот этот паддинг на некоторых архитектурах мы можем словить аппаратную ошибку если в результате вот наших этих действий у нас случится доступ по невыровненному адресу на x86 мы пожертвуем производительностью но выиграем немножко по памяти вообще вот к отключению паддинга прибегают крайне редко и чаще просто это все обходит то есть мирятся немного с потерей памяти но например можно если у вас много полей в классе вы можете их упорядочить в в порядке снижения требований к выравниванию например если мы сделаем вот так вот то здесь у нас потеря памяти будет уже более заметным аж 40 байт теперь занимает наш объект у нас 5 полей выравнивание 8 но мы можем переупорядочить эти поля вот вот так и снова получить 24 если вам куда-то надо передавать эти объекты то вы просто делаете сериализацию десерилизацию и опять же уже для вас этот паддинг он не важен обычно все таки это хорошо паддинг поэтому нужно крепко подумать если у вас возникает вдруг желание его отключить обычно так не надо делать хорошо больше я сегодня не буду углубляться в эту тему поскольку тема богатая про то как же у нас объекты сложные представляются в памяти это заслуживает отдельного разговора а мы вернемся все таки к нашему примеру про рейшнл и мы хотим его как-то улучшить мы ввели новый тип но у нас нету операции над этим типом хотелось бы конечно их определить и вот тут и вот тут мы уже выходим за пределы языка c и переходим уже к функционалу который появился только в c++ а именно к классам вообще то есть в языке c это называлось структурами и это могло быть вот только только такое агрегатное представление в языке c++ у нас уже полноценные классы и мы в рамках одного типа можем объединять не только данные но и код который над ними работает то есть мы помимо полей можем в нашем типе определить еще функции продолжим мы хотим уметь прибавлять целое число доступ к имени функция делается точно так же как доступ к имени поля а дальше такой же оператор функционального вызова с круглыми скобками все получилось как мы хотели у нас было число 0 мы прибавили 10 у нас получилось 10 в виде дроби а хорошо давайте еще сделаем более удобную операцию чате здесь я напишу более абстрактном виде можно было бы использовать std cout std c in std cr для всего ввода вывода но здесь я воспользуюсь свойством нашей стандартной библиотеки тем что на самом деле вот эти объекты это объекты каких-то классов классов потоков ввода вывода и я здесь определю функцию печати которая может оперировать с произвольным потоком вывода и буду ей конкретный объект потока вывода передавать все то же самое кроме того что мы теперь не можем сюда еще вывести перевод строки естественно мы можем написать вот так вот и до вывести перевод строки можно ли это сделать было как-то по-другому вот вот каждая такая конструкция с выводом в поток является на самом деле оператором который возвращает определенное значение именно поэтому можно объединять их в цепочку то есть на самом деле тут подразумеваются вот такие скобочки и каждый такой оператор в качестве возвращаемого своего значения возвращает тот же самый поток которого он был применен про ссылки мы сегодня говорить не будем поговорим о них когда идем до лекции про память но сделаем чтобы наша функция возвращала тоже на самом деле ссылку на объект потока и тогда сможем сделать вот так ура мы все объединили в одну инструкцию здесь хорошо но также мы можем наверное задать другие функции сделаем деление и тут я уже не буду делать всякие вещи типа минимизации дробей и прочего сделаю очень примитивно деление это просто умножение числителя знаменателя и все что здесь можно увидеть интересного внутри вот этих функций которые я определил в рамках этого класса я обращаюсь к полям просто по их именам неквалифицированным это действительно можно делать и здесь мы сталкивалась сталкиваемся с усложнением области видимости для всех имен членов класса у нас область видимости получается более сложной что например произойдет если я перенесу объявление этих полей в конец как вы думаете у нас что-то сломается то есть все вот использование этих имен по тексту находится теперь выше ну да это опять же вопрос с подвухом и ответ что ничего не сломается все дело в том что области видимости вот этих вот имен она на уровне самого класса то есть на уровне вот этих вот фигурных скобочек она начинается в тот момент когда мы имя определяем и идет далее вниз до закрывающих фигурные скобки этого класса но в рамках всех других членов этого класса эта область видимости действует вне зависимости от места определения этого члена класса то есть если бы мы захотели объявить еще одно поле и реализовать его и инициализацию через другое поле нашего класса так бы не сработало сколько это имя деноминатор здесь еще не видно но внутри всех функций этого класса это имя всегда видно вне зависимости от того где эти функции определены и на самом деле внутри класса у нас могут быть другие классы определены и область видимости окружающего класса на них тоже распространяется ну и на слайдах у меня там чуть больше подробностей про это возможно там это будет немножко нагляднее представлено далее здесь я определял дело давал определение функции класса внутри самого класса можно выносить их наружу например вот так а внутри класса оставить только объявление этой функции определение функции класса за пределами класса выглядит как определение обычной функции кроме его имени здесь мы должны задать квалифицированное имя предположим мы хотим добавить еще одну функцию складывать наши рациональные числа друг с другом тоже давайте определим эту функцию вовне кстати в объявлении функции вот эти вот конст квалификаторы верхнего уровня ничего не значат то есть здесь мы можем опустить этот конст вот здесь его добавить это тоже к нам пришло еще из языка си если правильно помню так ну и простейший способ сложить две дроби это наверное перемножить их знаменателя а и Ага, только порядок тоже другой. Вроде так верно. Давно я последний раз дроби складывал, честно говоря. Кажется, что так. Но если что, суть-то, конечно, сейчас не в этом. Вот. Здесь внутри определения аргументов функции имя Rational. Нет, это немножко не про то. Не будем сейчас про это говорить. Членом класса у нас, на самом деле, могут быть еще и другие типы. И вот тут могут быть интересные особенности. Но, опять же, это, по-моему, у меня на слайдах про область видимости это было. Про область видимости других имен тоже. Сейчас мы это не увидим без искусственного усложнения этого примера. Окей. Вроде как похоже на правду. Так. Ну вот, что-то мы такое получили. А правильно ли это? Так. Что у нас было? У нас... Ага. Да. Гбэта надо было что-нибудь прибавить. Он же у нас ноль по умолчанию. Так у нас получится немножко другое. То есть у нас была одна треть. Мы прибавили десять пятых. Ну, вроде да. Вроде как-то так. Хорошо. Итак, мы можем в классе добавлять функции. Что здесь мы еще видим? Мы видим, что каждую такую функцию мы вызываем относительно конкретного объекта этого класса. И вызов функции для одного объекта никак не влияет на другой объект этого класса. И в рамках каждого такого вызова наша функция оперирует полями конкретного объекта, для которого она была вызвана. И это важно. Ну, я надеюсь, что это для вас интуитивно понятно, по знакомству с другими языками. Но тем не менее. А может ли быть не так? Предположим, мы хотим сделать операцию чтения значения нашей дроби из потока ввода. Как мы это можем сделать? Для произвольного потока ввода. Для произвольного потока ввода. Можно гипотетически сделать вот так. Но тогда нам надо будет два числа ввести друг за другом. Без какого-то разделителя между ними, что неудобно. Потоки ввода-вывода – это неполноценный парсинг, естественно. Они более примитивны. Поэтому нам придется считывать сначала числитель, потом какой-то символ, потом знаменатель. И этот символ может оказаться не символом косой черты, а каким-то другим. Предположим, что мы хотим все-таки обойти эту ситуацию и как-то диагностировать ошибку. Как мы это можем сделать? Мы здесь всегда возвращаем значения объекта нашего типа. Как обработать ситуацию, когда нам может не получиться вернуть значения этого типа? У нас есть для этого способа. И в частности, у нас есть несколько вспомогательных классов в стандартной библиотеке, которые нам могут подойти. Во-первых, мы можем посмотреть на класс из заголовочного файла утилити. Этот класс называется std-pair. И этот класс – это на самом деле просто класс с двумя полями произвольных типов, которые мы задаем при использовании этого класса. Вот так это выглядит. И тогда, если все хорошо, мы вернем пару из нашего значения и флага true. А если что-то пошло не так, то мы не будем возвращать наше значение. Вот эти фигурные скобки – это просто инициализация по умолчанию. Компилятор поймет из-за типа нашего возвращаемого значения функции, какой тип идет первым элементом пары и сам догадается, какой объект здесь создать. Так... Мы можем написать, например, вот так. И будем вводить из стандартного потока ввода. Как доступиться до элементов пары? Эти поля называются first и second. Ну, достаточно интуитивно понятно. И зачем мы эту пару вводили? Затем, чтобы проверить флаг успеха. Так, ну и здесь мы, предположим, ввели что-то плохое. Если мы вводим что-то хорошее, то все хорошо. Хорошо. Вот это, кстати, пример, где удобно использовать слово авто, чтобы компилятор сам догадался нам о типе, потому что повторять вот это вот описание типа уже не очень удобно. То есть, TDPR и так далее. Как это можно немножко улучшить? Начиная с 17 стандарта, у нас появился новый синтаксический сахар в языке, который называется Structured Binding. И он знаком, наверное, программистам на питоне и на каких-нибудь еще языках. В JavaScript он есть и так далее. Он выглядит очень просто. Мы как будто бы объявляем две переменных, но присваиваем туда один объект. То есть наша функция readRational по-прежнему возвращает пару. А принимаем мы ее как будто бы в две переменных. Все работает. Отлично. Это синтаксический сахар. И за кулисами на самом деле у вас будет одна настоящая переменная, куда вы примете значение из функции. А вот эти имена будут просто связаны с элементами. Это работает для любого агрегатного типа. Ну, у пары только два поля, поэтому мы принимаем, у нас только два будут имени здесь. Но у вас могут быть более сложные агрегатные типы. И в частности тип Cortesh, который мы увидим, наверное, уже завтра, там может быть произвольное число полей. Это просто синтаксический сахар. То есть вы здесь дополнительно ни за что не платите. Все работает как будто бы, на самом деле, мы не делали этот Structured Binding, а просто сделали одну переменную для результата, а потом обратились бы к ее полям. Далее. Что здесь еще выглядит не очень хорошо? Получается, что вот эта функция RedRational, она у нас болтается независимо от нашего класса. А по смыслу, это все-таки часть нашего класса. Часть идеи, по крайней мере, нашего класса. Однако она не работает ни над каким объектом нашего класса. То есть мы не можем вызвать ее для конкретного объекта. Ну, если только не захотим определить немножко другое чтение, чтение уже существующего объекта с перезаписью, например, его значения. Но это мы не хотим. Вот как нам связать функцию с классом, но при этом не привязать к объекту этого класса? Для этого есть такое понятие, как статические поля и статические функции класса. Мы объявляем нашу функцию внутри класса. И здесь уже имеет смысл создать ей имя read. Но мы помечаем ее ключевым словом static. Ключевое слово static мы уже видели в другом контексте. Там оно значило совсем другую вещь. Здесь значение специальное. И что оно значит? В определении функции мы уже не повторяем слово static, но теперь мы должны уже указать квалифицированное имя для имени этой функции. Что произошло? И далее, когда мы используем эту функцию, мы тоже указываем квалифицированное имя. В остальном у нас ничего не поменялось. Фактически это просто функция, но мы ее связали по смыслу с нашим классом. И теперь имя ее указываем квалифицированное. Плюс есть еще одна особенность, про которую мы поговорим, когда дойдем до прав доступа к членам класса. Но пока на это мы еще не смотрели. В остальном ничего не поменялось. То есть это просто свободная функция, имя которой связано с именем класса. Вот и все. И здесь мы видим другой немножко формат вызова. Но на самом деле оператор функционального вызова здесь не поменялся. По-прежнему, круглые скобки. Поменялось просто имя функции. Теперь оно задается вот так, как квалифицированный идентификатор. Можно ли вызвать статическую функцию через объект класса. В принципе, можно. Можно написать вот так. И у нас все по-прежнему будет хорошо. Теперь мы, соответственно, два числа прочитаем. Но функция статическая она по-прежнему вызывается вне зависимости ни от какого объекта нашего класса. Просто к ее имени мы доступились через имя объекта класса. Ну и, конечно, чаще всего нет смысла так делать. Это только запутает. Эти два вызова абсолютно эквивалентны. Разница только в том, как мы доступаемся до имени этой функции. Вот и все. Итого, нестатические функции класса вызываются всегда относительно какого-то конкретного объекта этого класса. Статические функции класса вызываются вне зависимости ни от какого объекта этого класса. И от свободных функций отличаются по большому счету только именем и особенностями прав доступа к членам этого класса, про которые мы поговорим завтра. Если у вас ваши функции логически с вашим классом связаны, но при этом не вызываются относительно объектов этого класса, имеет смысл подумать и сделать их статическими членами этого класса. А вот как происходит то, что нестатическая функция класса вызывается относительно конкретного объекта? За кулисами компилятор как будто бы передает этой функции дополнительный параметр. Параметр указатель на объект этого класса. И эта функция его неявно использует. Но про указатель мы поговорим чуть попозже через одну тему. но мы на самом деле можем доступиться до этого неявного параметра. Этот параметр имеет имя this и можно через него доступаться к полям объекта, для которого функция вызвана. В данном случае это не обязательно делать, поскольку мы и так это можем делать. Есть случаи, когда возникает неоднозначность, и компилятор не знает, как разрешить, как найти вот это имя члена класса, и тогда приходится так делать. Но про указатели мы будем говорить не сейчас. И пока у нас необходимости вот так сложно доступаться до полей нашего класса нет. Время у нас подходит к концу, поэтому давайте продолжим завтра уже. Какие у вас есть вопросы на сегодня? Спасибо. Спасибо. вам за внимание и до новых встреч. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok